Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня в гостях у нас очаровательный ведущий телерепортера Никита Каплинин. Очень рада вас видеть, здравствуйте! Я тоже, спасибо, привет! Так, Никита, много вопросов. Во-первых, хотим поздравить вас с Масленицей. Спасибо большое. Да, а теперь расскажите, как у вас... Да, где блины? Да, где блины? Потом вы расскажите вообще, вы как блины едите, вы ли вы на диете, вы отлично выглядите? Да, мне кажется, я выгляжу недостаточно хорошо, но я пытаюсь... Не, я просто периодически пытаюсь заниматься спортом, чтобы быть в спортивной хорошей форме, да. А вот настоящим мужиком, чтобы рояль можно было поднять на девятый этаж, не в лифте. Ну, вот как-то с работы пока не получается, больше хочется тратить времени на сон или там на эфиры. То есть, блин, а у вас сказали, категорическое нет? Ну, сказал категорическое нет, но не потому, что я их не люблю, а потому, что никто не готовит пока. Ну, я думаю, что это все будет исправно в будущем. Хорошо. Никита, чем вы занимаетесь? Вот каким спортом? Я периодически езжу на коньках, катаюсь на коньках, на роликах, люблю картинг, если это можно назвать спортом. Конечно. Бываю в боулинге и стараюсь ходить в тренажерный зал. Тренажерный зал. А плавание, лыжи? Ну, иногда люблю поплавать, а лыжи не люблю. Не понимаю, мне кажется, этот вид спорта слишком нудным. Я понимаю, что он достаточно экстремальный и опасный, но он мне неинтересен. Ближе как-то с новобордом. Вы говорили про коньки. Вот так вот. Это обычно очень скользко и неустойчиво. У вас хорошо получается скользко? Да, да, все хорошо. Я, наверное, с лет 8-9 катаюсь на роликах и потому как-то уже привык к этому. Ну, я вам завидую, белый завист. Могу научить. Да что вы, будет круто. Так, хорошо, вопрос от Настеньки. Правда, что вы теперь на MTV будете работать? Да, там будет несколько программ, которые я буду вести, в частности, про кино. И тут некоторые удивляются, у нас просто аудитория, чтобы вы понимали. 50 человек сидит, наблюдает. Буду вести программу про кино и еще там развлекательную программу, название которой я даже не знаю. Вот так вот? Да. Как же не знаете? А как же будете вести? Ну, я прям сильно понимаю, о чем это будет. Это будет развлекательная программа о звездах. Будем показывать, как звезды живут на самом деле. Будем приглашать их в студию, предлагать им необычные какие-то вот задания. А то есть не в гости, а именно к себе, да? В студию будем приглашать. Так, ждем премьеры. Хорошо, спасибо. Так, вопрос еще следующего нашего читателя. Будет ли третий голос страны? Вам что-то известно на эту тему? Мне абсолютно ничего не известно, но мне кажется, еще даже половина второго голоса не прошла, поэтому... Да, но уже хотят третий. Да, да. Рано загадывать. Но если вот наблюдать за тенденцией, которая происходит в голосе, а был первый голос, во втором голосе, мне кажется, голоса, вот они как совершенно другие, но вот какие-то прям вот силачи все собрались. Поэтому мне даже тяжело представить, что будет в третьем голосе. А чем вот по-вашему отличается первый и второй голос? Вот для вас, по крайней мере, ощущение? Ну вот, наверное, во втором, в первом голосе я знаю имена и фамилии практически всех участников и их биографии. Во втором голосе я пока что не успел этого сделать. Вы учите абсолютно все биографии, хотя некоторых уже участников отлично для себя приглянуло, которые мне лично понравились, и я думаю, что они вот могут стать лидерами. Но я не хочу называть их фамилии, потому что все вот сейчас достойные остались. Но вообще как бы вот вы расценили семье, ребята во втором туре или нет, во втором голосе, и так нельзя говорить по вашему? Нет, я думаю, тяжело рассуждать. Хорошо, ну, будет удивительно. Увидев в любом случае, так, вопрос, а какую музыку ты любишь слушать? Говорит наш следующий, что хотел. Музыку люблю слушать абсолютно разную. На первом голосе, во время первого голоса я буквально на протяжении трех недель напевал песню Тони Матвиенко. Поэтому вкусы мои абсолютно кардинальные. А сейчас, ну, повально все слушают Адель, и я ее слушаю. Сейчас вот у меня в Пэйре абсолютно вот такая вот какая-то чехрада происходит, абсолютно разная музыка. И какой-то рок, и поп, ну. То есть вы просто по настроению, да, там, у тебя сейчас что-то у вас смотрите. Ну, я работаю на русском радио, кроме этого, и потому как-то уже привык к абсолютно разной музыке. Понятно. Хорошо, спасибо за ответ. Вопрос от Марины Побережной. Никита, а как вы все успеваете? Вот расскажите нам, Никита, как вы все успеваете. Давайте. Как все успеваем. Ну, приходится вставать в часов 8 утра, быстренько очистить зубы, кушать и бежать в дорогу. Потому что или нужно озвучивать какие-то программы, или нужно бежать на записи программы, или же это эфир. И обычно прихожу там домой в часов в 11, в 12, а то и позже. И уже накоплю. Да, и сразу же отдыхать. Понятно. А вообще как-то, ну, как-то расслабляетесь с друзьями? Вот какой вид отдыха для вас приемлем? Или просто уехать куда-то, чтобы меня никто не видел, не слышал? Иногда, вот да, вот именно такой отдых хочется. Куда-то уехать в город, в котором ты еще не был. Чаще всего это Украина. Вот в Симферополе я никогда не был, и уже там вот зачастил, приезжаю. Мой любимый, это родной город Черновцы. Вот я в Черновцах живу долгое время, родился на Чукотке, но потом переехали. Вот так вот? Да, да, да. А как это вам удалось на Чукотке родиться? А родители были на заработках в поселке Проведение. А теперь они там занимались? Зарабатывали деньги. Ну ладно, ну хорошо, попустим тогда. Ну там бабушка работала в школе, директором школы, мама работала в интернате врачом. Ну там заработки выше были в то время, поэтому решили поехать туда, но родители долгими ночами-вечерами грелись. А вы помните о Чукотке или нет? Конечно помню. Да, вот я там прожил до четырех, но вот горизонты, виды прекрасно помню. И остались, да, какие-то картины? Да, 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 на рыбалку, как с дедушкой ходили по толстому льду. Это вот это мы пробивали? Да, 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 крутили. Четыре года? Да? Четыре года? Да, четыре года. Что-то ословили? Вот этого не помню, ословили. Ну дедушка не ругал, наверное, ословили. Видимо, да. Ну по крайней мере не падал в пилотке, потому что все хорошо. Хорошо, а потом попали в Чернадцать, да? Да, я так понимаю, вы тоже с родителями? Да, а потом родители переехали в Чернадцать. Вы сколько лет в этом жили? И вот где-то, ну мне сейчас 24, а там я прожил до 20, наверное, до 21 года. Ого. Вот так работал там на радио, на ТВ, а потом приехал уже в Киев, прошел кастинги, и вот наконец-то... А в Киев В1, извините, ждал просто... Да, да, вот просто делал такие периодические, знаете, навалы в Киев. И вот так вот. Да, пытался чего-то добиваться, получалось, не получалось, там где-то пролетал, ну и наконец-то... Ну вы большой молодец, у нас вообще вот это круто. Да, спасибо. А скажите нам, а вот в принципе какие воспоминания о Черновцах остались? Красивый город, ну... Да, мне кажется, это самый красивый город в Украине. Сейчас многие, возможно, сразу там обидятся. Я абсолютно спокойно отношусь ко Львову. Мне не кажется, что это прям вот такая мекка архитектура. Я считаю, что самый интересный город это вот как раз Черновцы. А там смесь архитектур совершенно разных, румынской и австрийской архитектуры. Мне там вот нравится. Я там вот приезжаю, отдыхаю душой. И как раз вот на «Голосе Краины» очень много человек приехало и из Черновцов. Да, участвует. Да, Мария Ермчук. Я знаю, что с Черновцами имеет связь Назар Савко, который участвует в «Голосе». Еще есть такой народный артист Павло Дворский. Его сын, он родом из Черновцов, и его сын тоже приезжал участвовать. Очень много талантливых людей именно из Черновцов. Ну, конечно, все Украина нашло талантливо. Ну, мне особо просто приятно. А вот вообще вот вы приехали из Черновцовки. Вот люди другие, немножко по ощущению, вот как-то? Или город более активный? Да, Черновцы более размеренный город. Он маленький, не такой большой, конечно, как Киев. Киев, и поэтому там люди особо никуда не спешат. Договорить, либо подождать. Да, встыкся на улице, и в принципе, все знакомы, то есть, проще деньги отдалживать. Вышел на улицу, сразу договорился, уже особо не отходя от подъезда. Вот, в этом, наверное, плюс маленького города. Ну, мне нравятся большие города, мне нравится, что можно выйти просто в народ и раствориться, и не переживать, не думать ни о ком. Вот ты просто идешь по тоннелю и отдыхаешь. Хотя иногда, конечно, хочется возвращаться к родным, к близким. Отдохнуть. А родители там, да, остались? Да, родители остались там, и поэтому... Ну, я вот как-то больше скучаю, конечно, за людьми, а не за территорией, не за местом. Ну, понятно, за близким. Спасибо за ответ. Следующий у нас вопрос. Так, тебе нравится победитель Евровидения? Видимо, идет вопрос у нас про Рога Италу. Ага. Как вы считаете, там был скандальчик, насколько я знаю, ну, не совсем корректный по отношению? Да, да, да. Ну, мне кажется, все пройдет по печали и радости. Ну, у нас каждый год скандалы по Евровидению, это как традиция уже такая. Ну, знаете, участник от Евровидения сильный, и поэтому переживать Гайтане за что-то, мне кажется, не имеет смысла. Мне очень нравилась кандидатура Джамалы, вы знаете, на Евровидении. Она в прошлом году пробовалась, в этом году, видимо, ну, она просто поняла, что ей это все не нужно. Она там приходила как раз. Ну, вот, правда, очень жаль. Я думаю, если бы Джамала поехала на Евровидение, это было бы вот просто круто. Хотя я знаю, что Гайтана, тоже прекрасная исполнительница, мы с ней как-то снимали программу на Первонациональном. Предлагали ей, у дизайнера, сшить сумку из кожи. Гайтана что-то там пробовала, вырезала, как-то королево, ничего не получилось у нее. Просто дизайнер посмотрел на это все и говорит, держите, эта сумка стоит 600 долларов, я ее вам дарю. Просто прекратите это делать, не шейте. И, насколько я знаю Гайтану, насколько мы видим ее на экранах, она очень талантливая, очень красивая, поэтому я думаю, что она достойна, если не победы, хотя я думаю, что будет победа, то однозначно выйти в тройку лидеров. Ну, мы, в принципе, ждем этого и выдержим тоже Гайтану. Вот, вопрос следующий от Руслана. Здравствуйте, Никита. У меня к вам вопрос, который задают очень многие люди к руководству канала «1 плюс 1» и продюсер трансшоу Константина Меладзе. Никита, как свидетель внутренней жизни проекта, скажите, есть ли там честно в плане смс и телефонно-развитетского голосования, все ли там честно, простите, голосование, и зачем, на ваш взгляд, нужен второй тур в финале проекта? По поводу смс-голосования. Все абсолютно честно, я бы не агитировал свою маму в прошлом сезоне отправлять смс-ки, тратить семейный бюджет. Поэтому я уверен, что все смс-ки, которые приходят, были там вот какие-то истории в прошлом голосе, что некоторые смс-ки не доходили, не приходили, или там не приходили отчеты. Но потом, если люди следят за этим, все было учтено, и каких-то таких вот серьезных сбоев не было. Я уверен, что все результаты голосования в первом голосе были, как во втором, я уверен, будет четкими и честными. В принципе, Константин тоже приходил к нам, и этот вопрос был один назад, он, в принципе, все рассказал довольно-таки детально. Я думаю, что вопросов... Да, тут мы как раз вырежем меня и вставим Константина, и так мы ответим вопросом. А воду можно впить? Так, Павел спрашивает у вас, какой самый сложный шаг приходилось делать для совершения мечты? Вот, ну ладно. Для совершения мечты. Вы знаете, у меня такой был момент, была возможность переехать в Киев, работать, озвучивать телеканал, так скажем, работая на бренд-болисе. И я понимал, что да, это моя мечта, и я учусь в университете на втором курсе, и тут мне во время пары звонят и говорят, типа, Никита, приезжайте, мы вам дадим еще учителя по вокалу и зарплату в 700 долларов. И я понимал, что это да, моя мечта. И тут у меня был выбор, идти на военную кафедру, или же ехать в Киев работать. На семейном совете было принято решение, что мне нужно идти на военную кафедру. Хотя, знаете, это все кажется абсурдным, как чувак, у тебя шанс пробиться в Киев, если такой свободный. Но я понимал, что мне предстоит или армия тогда позже, или откупаться от армии, что не очень хотелось, да и денег не было в то время на это. Или идти на военную кафедру. Пришлось таки пойти на военную кафедру, и я сейчас понимаю, что это как раз был шаг, какой-то шаг к будущему. Принять вот такое решение, казалось бы, сделать шаг назад, для того, чтобы потом сделать два-три шага вперед. Пробежка. Вот, да. Иногда просто стоит отдохнуть и посмотреть на все со стороны, для того, чтобы потом продолжить свою дорогу. Ну и что вы можете нам сказать о военной кафедре? Остались теплые воспоминания? Хотелось бы сказать, отнюдь. Так. Совершенно разные просто преподаватели были, но, в общем, я скажу, что было интересно. Интересно было расставаться с парнями, выехать на полигон, и, там, вот, неделю стрелять из РПГ, держать в руках пистолет. Это было где-то страшно, когда... Потому что совершенно разные были курсанты. Дедовщина была, простите, а вы представляете? Нет, дедовщины не было, нет. Были просто вот опасные случаи, когда поставили меня за парнем наблюдать, который стрелял в цель из пистолета. И он был в наушниках таких, чтобы не заглушало его. И когда он стрелял из пистолета в цель, ему наш наставник что-то сказал. И он... А я стоял просто слева от него, и он с этим пистолетом вот так вот поворачивается, нет, вернее, не так, как и в фильмах, а вот так вот просто поворачивается, и на меня дуло. И я просто не знал, что делать. Это настолько было страшно. О, жизнь! И у этого наставника вот такие вот глаза сразу появились, огромные, знаете, как в фильмах аниме японских. И я вам просто разудрать готов был этого курсанта, но он благообразовался, повернулся. Не, пожалуйста. Это было вот опасно, но это вот есть что вспомнить теперь. А вам удовольствие хотели попадать? Ну как у вас с этим делом с точностью? Вот с точностью было неважно, хотя вот когда я стрелял из РПГ реактивного оружия, знаете, которое... Я вам объясню проще, чтобы вы понимали. Это маленькая базука. Вот такая вот, на кончике, которая держится. Нет, отдачи никакой нет, потому что это реактивное движение. Вот те, кто стоят сзади, а кто-то там стоял. Нет, они не поддерживали. Их просто унесло на пару метров, потому что их предупреждали, но они не услышали, что там это серьезная отдача, и там просто вот трава загладилась вот так, понимаешь, чтобы привязали траву, и все вот солдаты, которые стояли сзади, вот, легли. И причиняюсь, как-то укладка. Да, да, да. И сразу укладка, да. Ух, война кафедра. Может, еще раз? Да, все-таки, все-таки. Да, может, еще раз? Может, вы к нам? Да нет, уже как-нибудь так. Так, Антон спрашивает, что у вас нового? А ну-ка, расскажите, что у вас нового. А что у вас, оттуда, нового? Да, нового... Каждый день вот что-то новое происходит. Я мечтаю, планирую, хочу поехать на отдых. Мечта поехать на отдых, отдыхать на Кипр. Вот, и в планах есть эта поездка. В планах есть работать, очень много работать, зарабатывать деньги для того, чтобы путешествовать. Вот, в планах, наконец-то, наконец-то уже дождаться прямых эфиров в Волосе Краины, чтобы узнать, кто там станет победителем. Потому что уже вот-вот назревает этот момент, вот, помните, когда в эфире мы увидим вот вживую в прямом эфире, и вот будем решать их судьбы, писать смс-очки, определять, кто должен победить, а кто не должен победить. А вот вы нам расскажите, вы хотите поехать на Кипр. Почему Кипр? У меня там друзья, ну, пара, вернее, у которых, свадьбу которых я вел в Днепропетровске в прошлом году, вот, мы с ними до того были знакомы, и они по работе живут на Кипре. И они пригласили, поэтому проще, знаете, и отель нужно оплачивать. А вы уже были там или нет? Нет, еще не было. А где были вы за границей, а что у вас так вот по-разному? Вот я был в Европе, в Туре, знаете, Прага, Вена, вот такие вот обычные, стандартные, вот мне больше всего понравилась Вена. Вена, не Прага? Да, ну, Прага как-то вот, ну, тоже понравилась, но особо зацепила настроением Вена, да. А что там такого, что вы там делаете? А там, знаете, в декабре на главной площади продают сосиски в тесте, честно. Вот, просто, знаете, вот такая вот булочка, как хот-дог, там вставлена сосиска с сыром, кетчуп и горчица. И тебе дают вместе с этим кружку глинтвейна, а ты можешь купить за 10 евро вместе с кружкой этот глинтвейн, или же потом вернуть кружку, тебе возвращают деньги. Там половину цены. И там вот в центре города, вот просто, знаете, за круглым столом, вот за таким, каким обычно у нас там пьяница стоит в каких-то таких переулках, забегалоках, а вот таким за деревянным столом, но приличным, красивым, ты стоишь в центре Вены, знаете, и ешь эту сосиску с сыром, пьешь глинтвейн, вот это вот. Меня, наверное, больше всего поразило и понравилось Вене. А еще интересно то, что в Вене президент ходит пешком на работу. Да, хорошая практика, было бы плохо. У него там два видимых окраника, там, возможно, кто-то еще на крышах сидит, он отказался от загородного своего поместья для того, чтобы жить поближе к работе, и живет, возможно, ну не в самом обычном, но в центре города, в доме, и у него есть обычные соседи, люди рядом, за дверью, и он пешком, иногда на велосипеде проезжается. Отличная экономия бюджета, я думаю. Да и пробок нету. Да, вот, кстати. Да, 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 не перекрывает столицу нашу. Да. Да, прям аж понравилось. По сердцу. Так, читатель говорит, что вы очень крутой радиоведущий. Комплимент вам. Вам спасибо большое. Так, следующий вопрос от Жанны. Привет, кто из участников «Голоса» тебе понравился уже? Давайте так, по первому сезону кто для вас был фаворитом, и по второму, вот, на данный момент, кому вы видите лично для вас. Слушай, очень тяжело определить фаворитов. Вы знаете, я как-то сначала, ну, как-то неоднозначно относился к Арсену Берзаяну, но вот как-то, знаете, я, кстати, наблюдал, не понимал, что человек делает, почему-то, вот, его некоторые поступки я себе не мог объяснить, там, вот, он в интервью, там, говорил что-то не очень приятное про тренеров, которые, ну, казалось бы, опытнее его, и они лучше знают, что на самом деле и как должно происходить. Но потом, знаете, я понял, что вот реального мужика, он понимает, что делает, и сейчас мы там вот видим, слышим его какие-то песни, выступления, да. Тони Матвиенко мне понравилось, сколько бы там ни говорили, и сколько бы сейчас ни говорили, что вот приходят дети знаменитых родителей на голос, и поэтому они проходят. Говорили это о Тони Матвиенко, сейчас говорят это о Марии Ермчук. Мне кажется, это все глупости, люди талантливые, и никто за них не платит, и люди приходят и поют. Если они нравятся, они остаются. Если, ну, они не подходят, ну, вот в них нет той искры, они уходят, ищут там какую-то свою дорогу. Все абсолютно честно, и выбирают следить на зрители. Да, да, да. Вот приходила Харлам Пиди, по-моему, Зоя, древняя девушка, она выступала на слепых прослушиваниях, она дальше, к сожалению, не прошла, и мне вот сегодня звонили из Волгограда, и в Волгограде показывают одесский канал. И оказывается, в Одессе есть талант-шоу, в котором Зоя, ну, как бы тренер, и она сидит там вот в тренерском крысле, слушает таланты, там выступают участники, а она их оценивает. То есть, дается даже вот такую минимальную пользу тем, кто не проходит дальше в голосе. Но все-таки под этот движок в карьере не проходит. Да, да, да. Главное использовать, знаете, эту возможность. Некоторые уходят и фыркают, знаете, хлопают дверью, там вот, если они проходят, и начинают огрызаться, говорить, что вот некомпетентные тренеры. Ну, таких мало людей, слава богу, но есть такие. Хотя на самом деле они могут, это возможность, то, что их показывает в эфире главного канала страны, то, что их показывают на самом интересном вокальном шоу, они могут это использовать, они могут это рассказывать нужным людям для того, чтобы дальше продвигать свое творчество. Нужно, мне кажется, просто цепляться во все, а не быть лентяем. Ну, все, спасибо. Ну, я, в принципе, думала, что все участники, которые не прошли, это все равно талантливые люди. Да, конечно же. И в будущем, если будут прикладывать усилия, все получится. Хотя бы надеяться, да, конечно же. Да, спасибо за ответ. Итак, следующий у нас очень жесткий вопрос, я его обязана зачитать. Есть информация, что вы начали, да, свою карьеру с вами совершенно опорно. Вот, насколько достоверна эта информация, интересуется Антон. Да, и не боитесь ли вы, да, в отрицательный ответ быть, пять поклонников. Мне грустно, что Антон занимается подобным. Видимо, Антон, вы с кем-то перепутали, и не делайте это впредь. Да. Я снимался в мультфильмах, больше нигде. В мультфильмах я? Да, кстати, в сериале скоро буду сниматься. Ой, как он расскажет, он будет интереснее. Это будет не порт, а сериал, чтобы сразу откинуть лишние вопросы Антона. Возможно, это будет, это тайна, конечно, я, наверное, не могу рассказывать, это будет, ну, хочется, правда, очень хочется, да. Хочется, и так же мулерово. Да, это будет сериал для телеканала, который очень дружит с телеканалом 1 плюс 1, вот. А название телеканала состоит из трех букв. Ага. А вы будете себе расположительного или отрицательного героя? И этот сериал будет о чем? О любви? Это сериал будет о жизни. Это будет очень интересный, развлекательный сериал. Если вы еще не догадались, какой-то телеканал, последняя буква Т. Ух, а герман, да, 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 да. Вот, и это будет сериал о жизни, будет, конечно же, сценарий, но это будет задать такой сериалити. Вот, это, наверное, все, что я могу рассказать. Ну, хотя бы... Я, в принципе, больше даже не знаю. Я знаю, кто будет там сниматься вместе со мной, ну, правда, не могу рассказать. Это достаточно известные люди. Ну, вот ваша роль, она такая положительная, отрицательная, вот, или так нейтральна? Насколько я знаю, это будет, ну, моя роль, Никита Добрынин. То есть вы себя же играете? Да. Ага. Каждый человек будет себя играть. Ну, сложно играть себя, наверное. Ну, там есть и юристы, и известные люди, звезды. Ну, правда, не такие звезды, ради которых перекрывают дороги, но тоже достаточно известные люди. Ну, я так думаю, что после вас дебюта в мультике, сериал вы... Так, хорошо, следующий вопрос от Сивиль Маметовой. Привет, Никита. Рада, что именно ты 3G репортер второго сезона. У меня такой вопрос. Меня интересует твое мнение, скажи, как тебе второй сезон «Голоса страны», какие прогнозы, за кого из участников ты болеешь. Вот все-таки, видите, она интересуется моим же вопросом. Огромное спасибо. ПС, огромный привет. Уважаем, с уважением, Сивиль. Спасибо большое. Я напомню, что Сивиль – это участница первого «Волоса краины». Мне очень приятно, что Сивиль написала вопрос. И Сивиль спрашивает, кто ему больше всего понравился, да? Да, да. Вот именно второй сезон. Во втором сезоне. Знаете, интересная история у Яны Юдиной, которая вот во время первого эфира мы увидели, что она прошла. И вот мне очень интересно то, что человек, прошел достаточно длинную дорогу, она пела и на круизном лайнере. И еще там какие-то пробы были. И она наконец-то вот дошла до «Голоса», и она сейчас в проекте. Мне нравится Мария Яручук. Сколько бы там ни говорили, что там наиграна, что-то. Она очень искренняя, очень добрая, приятная девушка. Очень многих хотелось бы отметить. Вы знаете, я готов сейчас взять список и по списку пройтись, назвать абсолютно всех. Очень многим нравится. Но я думаю, что стоит наблюдать за тем, что происходит в эфире «Один плюс один». Чтобы... Делать целого. Да, и делать своими новыми. Я думаю, что вам понравятся очень многие, потому что вот голос первого и второго отличается кардинально. И отличается кардинально тем, что персонажи абсолютно не похожи. Нету, знаете, вот типажей. Вот мы подбирали кого-то похожего на Тони Матвиенко. Или кого-то там похожего на Тиму Раза, Вадиму. Персонажи абсолютно разные. И они интересны. Интересны. Так, у нас сегодня последний вопрос, мы справились. Вот Вера спрашивает последний у нас вопросик от нее. Видите ли вы перемены в участника «Голоса страны» в турах? Если да, то какие они? Перемены в турах? В турах, да. Ну, я наблюдаю только развитие. Возьмем, к примеру, Наташа Гордиенко. Она написала песню «Киев Гуа», записала ее и спела и крутится эта песня в эфире ведущих радиостанций Украины. И, по-моему, две радиостанции в России взяли эту песню в ротацию. Поэтому я думаю, что все мы на самом деле и видим в жизни, как есть на самом деле. Ваня Концера записывает альбом. Это же вот самое главное. Я только панцевать стала, помните? Вот уже в конце, когда уже последняя песня. Ну, я думаю, то, что Ваня Концера сейчас нам готовит, это просто не сравнится с Винолом. Поэтому нам стоит наблюдать за тем, что делает, как ему помогает Юниверсу. Все. На сегодня мы справились. Я напоминаю, что в гостях у нас был Никита Табрынин, ведущий третий репортер. Спасибо большое, Никита, что приходили. Спасибо вам. Пришли, приходите еще, будем вас ждать и успехов. Ждем сериал. Спасибо большое. Спасибо большое. Всем числил. Спасибо.